Современная наука Современная наука помогла техническому прогрессу и не надо отрицать ноутбук, за которым вы сидите. Здесь ситуация такая. Многие люди уверены, что большинство технических устройств находятся в какой-то зависимости от современной физики. Это такое очень наивное заблуждение. Ни с одной из бытующих теорий, о которой знают все школьники, о которых знают все, можно сказать, большинство интернет-пользователей, знают ребята, которые выходят из вузов, ни одна из современных физических теорий ни в коей мере не помогла создать ноутбук ни по какой позиции. Вот вообще даже близко. Это касается не только ноутбук, это касается всех технических устройств, которыми пользуется человечество. Первая сказка – это теория относительности. Она не связана ни с чем. Это вот с 54-го года образно мы юзаем всей страной теорию относительности усиленно, и за это время она ничего не помогла создать. Вот ни одного устройства в принципе. Были такие шарлатаны, как Академик Арнольд, которые рассказывали, что якобы GPS, поправлен релятивизмом и так далее, это все на уровне совпадений и на уровне фальсификации. Нет ничего такого. И кроме этого GPS, да, сказки про GPS, передаваемые такими, как Арнольд, ничего нет из реальных устройств. Но есть попытка и достигнуты реальные результаты привнести это в систему образования, и происходит обман детишек. Дальше мы имеем современный вариант. Это теория струн, тоже не имеющая никакого отношения к науке. Дальше пошли квантовые фантазии, которые тоже на уровне совпадений каких-то без логической основы. Дальше теории больших взрывов, темных материй кротовых, нор белых дыр. И пошло-поехало. Вот это вот весь пласт, вот эта вся обложка, вся обложка современной якобы науки физической, она не имеет даже никакой тропинки к техническим устройствам, вообще никаким. ни к одному техническому устройству никакой связи нет. Поэтому если люди вам что-то пытаются рассказать про пользу для технических устройств, это обман. Современная техника развивается вопреки этому всему. Так, следующий вопрос. Но если математическая модель приталкивания и притяжения не отличается из слов Виктора, то из чего следует коллапс объектов в модели притяжения? Или математика будет не Р-квадрат? Вот это непонятно. Давайте. Все на самом деле очень просто. А вот Вселенная на уровне математики по обоим вариантам, по каждой из версий гравитации имеет один и тот же вид на уровне самой формулы. Формула у нас две массы, деленная на Р-квадрат и коэффициент G. Вот в рамках этой формули у нас должно как бы все двигаться в обоих случаях одинаково. Знак минус перед формулой, он определяет и притяжение, или отталкивание, приталкивание. Но если мы рассмотрим просто как себя ведет тело на орбите, мы же Вселенную как себе представляем, у нас сплошной ковер планетарных систем, находящихся внутри более мощных скоплений галактик, и у нас везде там Солнечная система. Солнечная система – это планетарная система. Так вот, на примере Земля-Луна у нас в каждую секунду превращение силы таково, что Луна не может держаться на орбите. То есть, у нас есть вот этот путь Луны, которая должна обращаться вокруг Земли, и вот каждую секунду без всякого воздействия, на нее не надо камешек ронять, просто Луна уходит, улетает в космос дальний, или падает на Землю, начинает падать. По расчету, по прямому притяжению. Потому что приращение силы на единицу смещения отличное от нуля. Вот у нас чуть-чуть отодвинулось в сторонку, или просто пытается прямо полететь, чуть-чуть-чуть на микродолю, и у нас моментальное наращивание силы. Возникает сила, выталкивающая Луну с орбиты. И со следующей теоретической возможности, со всего множества орбит, который мы можем для Луны придумать, Луна сходит. То есть, на уровне физического эксперимента мы берем глазоньки свои, направляем на небо, видим Луну, и фиксируем, что Луна обращается вокруг Земли. По версии прямого притяжения, по-ньютоновской, это невозможно. По версии Ломоносова, это возможно. То есть, на прямом приталкивании, Луна может обращаться вокруг Земли. Это касается и Луны, и Земли вокруг Солнца, и Марса вокруг Солнца, и Сатурна, и всех планет. Все, что обращается, везде должна быть устойчивость орбиты. Если орбита неустойчива, в прямом физическом понимании, а не в понимании подмены терминов через потенциальную яму, должна быть не потенциальная яма, должно быть равенство сил. Вот вам зачем яма? Вот зачем вам что-то объяснять через яму? Вот вы считаете скорость мотоциклиста, вам зачем ее, эту скорость мотоциклиста, через яму какую-то объяснять? Вы можете просто по физическому фактору ее просчитать. Точно так же само мы можем взять и посчитать смещение объекта на орбите и какие силы возникают. Мы это подробно очень расписали. Это возможно только на прямом притяжении. Математика одна, R квадрат внизу, но на одном и том же R квадрате в одном случае тело устойчиво, оно как в канавочке идет, в другом случае оно не устойчиво, оно как по лезвию ножа идет и готово свалиться в любую сторону. Приветствуем, Виктор. Хотели ознакомить, возможно, заложить платформу очередного видео нашего времени. Принципы военной пропаганды. Основные принципы военной пропаганды были изложены британским дипломатом лордом Понсонби в книге «Ложь во время войны» 1928 год. Суть этих принципов сводится к следующему. Мы не хотим войны. Главное убедить людей, что плохие парни ненавидят нас и уже начали или готовы начать первыми. Актуальненько. Второе. Война ведется только по вине противника. Это другие, они начали войну или мечтают ее начать со дня на день. Мы же вынуждены защищаться. Третье. Лидер противоборствующей страны сущий дьявол. Не обязательно заставлять ненавидеть весь народ, писал Понсонби. Надо персонифицировать образ врага. Показать своему населению, что глава, руководитель других это душевнобольной, свихнувшийся продажный человек. Четвертое. Мы боремся за правое дело, а не за наши интересы. Следует умалчивать, что в каждой войне в первую очередь преследуются экономические цели, подчеркивая лишь гуманитарные причины. Пятое. Враг целенаправленно совершает злодеяния. Мы только случайно. Нужно максимально оперативно распространять сведения о жестокостях, совершенных противником, разъясняя, что именно ему свойственны подобные поступки. Шестое. Враг использует запрещенное оружие. Седьмое. Наши потери незначительны, потери противника огромны. Во время войны потери в живой силе техники называют не фактические, а руководство своей выгодой. Восьмое. Представители культуры, искусства, интеллектуалы поддерживают наше дело. Девятое. Наша миссия священа. Десятое. Любой сомневающийся в нашей пропаганде предатель. В целом, лорд Понсонби в книге «Ложь во время войны» вполне отразил механику наших недавних событий, чтобы славяне выгрызали друг друга своими руками и расползались по кладбищам. Ну, в принципе, тут даже отвечать ничего нет. Это британский источник с описанием механизма, как они умеют это делать. Достаточно этого зачитать, о чем я не жалею, что это зачитано. «Виктор, не соглашусь с вами. По вашей теории приталкивания все эти лавы Вселенной будут находиться в состоянии покоя, так как они уравновешены. Никаких орбит не будет». Ну, это намек на то, что тела рассредоточатся и замрут, как в кристаллической решетке, будут в ней только немножко шевелиться. Действительно, если вы заполните на одном из уровней, это может быть возможно. Но вот у нас то, что вы описываете, давайте слово «тела» во Вселенной будут находиться в состоянии покоя, так как они уравновешены. Заменим слово «тела» словом «галактики». Галактики во Вселенной будут находиться в состоянии покоя, так как они уравновешены. У нас действительно есть ковер галактик, которые более-менее уравновешены. Они, никакая галактика не обладает планетарностью относительно другой галактики. Мы имеем более-менее распределенный в пространстве объемный такой массив, который можно в плоской схеме ковром назвать. Ну, это взвесь такая галактика. И она во Вселенной находится в состоянии покоя, перекрывает относительного покоя. там движение, конечно, есть. Но она перекрывает все пространство, перекрывает силовым взаимодействием. Это самое фундаментальное у нас взаимодействие гравитационное. Оно перекрывает Вселенную. И во Вселенной оно перекрывает все, от планеты до самой мельчайшей частицы. А в рамках этого уже, вот когда равновесие достигнуто, уже в рамках равновесия тело может двигаться поступательно, может в какой-то планетарной схеме. Тут уже ничего не мешает. У вас первоначальный уровень выполнил, так сказать, свою работу, заполнил пространство, и никакой дальше для сковывания отдельно взятого частицы, отдельно взятой частицы или отдельно взятого тела никаких для сковывания нет силового фактора. У вас уже глобальные массы растолкнулись друг от друга, заняли места в пространстве, а внутри этих масс уже может проходить какие-то процессы. движения. Есть серьезные возражения против идеи Виктора Григорьевича. В Уссовском словаре было два определения науки. Виктор Григорьевич игнорирует второе определение, просто он берет его в расчет. Ну, как? Мы продиктовали, обзвучили оба определения в обоих случаях мы имеем дело разными словами о действительном мире, его можно назвать физический мир, это будет тоже действительный мир, физика у нас относится к действительному миру, поэтому что-то выискать во втором определении вы не сможете, это просто попытка схватиться за соломинку. Если мы говорим о действительном мире, то категорично определить, что относится к действительному миру, а что к нему не относится, можно в том случае, если этот самый мир изучен нами вдоль и поперек. Это демагогия. Человек имеет знания, он может не знать полностью того, как во всех деталях функционирует пищеварение у человека. Он уже на таком первичном уровне может знать, что такое желудок, что он есть у млекопитающего и ничто не мешает ему сказать, дать определение желудку. Это желудок, расположенный в теле человека, расположенного в реальном пространстве действительного мира. Никто это не запрещает делать. Нам не надо знать всех мельчайших деталей. Вы не обладая знаниями о химических элементах можете рассуждать о желудке и быть уверенным, что он есть, вам не надо познать весь мир. Это не аргумент, вы не можете сосредоточиться. Виктор Григорьевич утверждает, что определения должны оставаться неизменными. Хорошо, но мы должны понимать, что со временем изучения какого-либо явления наши знания об этом явлении могут многократно увеличиваться. Это не зависит, вы не понимаете суть определения? определения не должно раскрывать физику объекта, оно не должно как-то трактовать его природу. Оно может трактовать, но это не обязательно, это вообще вторичный фактор. Определение единственное, что должно давать понятие, о чем идет речь, о каком предмете мы говорим. Стол предмет мебели, представляющий с собой плоскость и так далее. Мы просто должны сказать, что такое, о чем мы говорим, что это. Мы не должны говорить, что это пластиковый предмет мебели, это деревянный предмет мебели. Мы просто даем базу. Поэтому претензии от вас поступили, но они несостоятельны. претензии 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 претензии